Бот Кертов, доброе утро! Начинаем наш пятый урок по недельной главе Тора и Тро написано Не делай себе богов серебряных, богов золотых Это означает, что мы не должны делать ничего подобного, то что делали другие народы делали себе идолов из дерева, из камней, из золота, из серебра кто с чего мог Нам такие вещи строго запрещены Мы не можем себе даже представить что мы можем помолиться небу и сказать, что помолись небо за нас или ветру, или еще кому-то Мы должны только напрямую молиться Всевышнему напрямую Никаких изображений, богов никаких мы не можем ни видеть, ни делать Это очень строгие правила Если Ашем другим народам такие вещи прощает то для нас это непростительно Мы, если молимся напрямую молимся Всевышнему Вот так Это очень серьезная заповедь и к ней мы должны относиться не с пренебрежением Всевышний много раз прощал нас за подобные вещи Но всему приходит когда-то конец Потом написано что если мы будем делать жертвенник то не можем брать обтесанные камни не можем засеять на эти камни железо Почему это так? Наши мудрецы говорят, что железо служит орудием для убийства и поэтому жертвник наоборот служит для других целей для того, чтобы мы молились за мир Может быть здесь можно применить то, что железо принимает на себя ритуальную нечистоту То есть если дотронулся человек железным предметом до мертвеца то этот железный предмет передаст уже нечистоту человеку, который держал в руках этот металл И поэтому очевидно тоже нельзя тесать камни железом Как же брали камни не обтесанные Одно из мнений, что брали на дне моря собирали такие камни и из них складывали основания жертвенника Еще сказано что на жертвник нельзя подниматься по ступеням чтобы не открылась нагота твоя на нем Но мы же смотрим одежду священников длинный халат до пола получается хитон этот льняной и мало того на них одеты еще штаны такие панталоны то есть они прикрыты полностью казалось бы ничего но нет жертвник это особая святость и фактически даже говорят даже если камни не чувствуют ничего что мы идем по ним как по ступеням то это не значит что мы должны к ним относиться пренебрежительно поэтому делается пологий склон пандус называется и по нему коины поднимаются на жертвник вот так что касается более подробного рассмотрения данных вещей мы будем это рассматривать позже в следующих главах на сегодняшний день наш рог заканчивается рог был за поднятие тоже Яков бен Нахум Владимир бен Григорий Лев бен Шмуэль памяти Ури бен Харитон Мендель бен Мендель Хай Малка бот Йосиф Мира бот Аврагам за здоровье Светлана бот Клара Анна бот Ривка Полина перл бот Соня Сура Женя бот Ида Моша бен Рая Ида броха бот Сара Анна бот Елена Евгений бен Софья Двойра бот Мира Моисей бен Ева Ирина бот Двойра Инесса бот Маэль Евгений бен Берл Евгений бен Бат Ит Евгения Бат Ита И за хороший шедух Айрона Рия Бендвойра Денис бен Нахум Всем всего самого лучшего До следующих встреч